Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь Виталий Ерофеев на канале Чувство Знания. Я сегодня в этот замечательный предновогодний день поздравляю вас с наступающим новым 2016 годом и хочу продолжить повествование о правильном свидании. Если вот этот листочек я заполнял в предыдущем видеоролике и показал вам о том, как важно планировать свидание для того, чтобы в перспективе ваша жизнь могла изменяться и в этой жизни вы могли совершать определенные поступки, определенные действия вследствие каких-то событий и мероприятий, которые происходят с вами, когда вы соблюдаете, мужчина, определенные правила, а женщина, следует, исполняет определенные законы. И сегодня мне хотелось сделать акцент на такой важный, такой важный акцент сделать на состоянии опыта нашего, потому что планирование как таковое, оно зависит от состояния нашего мышления. И наш опыт, на который мы основываемся в своей жизни и благодаря которому мы с вами до сих пор живы, счастливы и здоровы, мы принимаем этот опыт за основу своих действий, принятия решения в этих поступках и в этих событиях и мероприятиях, когда мы двигаемся в направлении к свиданию. А сейчас я хотел бы еще раз вам поставить этот акцент на то, что правильное свидание преследует какую цель? Чтобы мы стали богаче, благополучнее, наша жизнь стала длительной, интересной. Вот это задача правильного свидания. Итак, сейчас наша задача разобрать очень важный момент, момент этого опыта, влияние опыта на правильное свидание. То есть наша проблема в чем заключается? Что опыт, он является нашим собственным опытом, и наш опыт не является, мы его как бы не хотим растерять. Мы на нем основываем свои действия, и этот опыт позволяет нам что делать? Быть уверенным, быть уверенным и надеяться на то, что тот или иной результат, в результате каких-то наших действий, будет положительным, эффективным и тому подобное. Но, как мы знаем из нашего опыта, в нашей жизни, очень часто наши надежды неоправданы, оказывается. Тогда мы разочаровываемся в своем опыте. Так вот, вот этот момент очень полезен именно для того, чтобы трансформировать свой опыт. Опыт, чтобы он не был нашим таким рюкзаком за спиной, понимаешь, чтобы грузом не был. Это опыт, он наш помощник. Помощник, он должен быть перед нами идти. Опыт, помогать нам, выстраивать нам дорогу, выстраивать нам ступеньки жизненные, понимаете. И вот этот опыт, он должен трансформироваться, он должен впереди быть у вас. А не быть нашим грузом, еще раз говорю. И в этой непростой, непростой очень ситуации, когда мужчина начинает следовать правилам и попадает в те или иные мероприятия, его опыт, который построен на основании каких, на основании исследования его законам жизненным, да, и эти законы вдруг начинают, как бы, противодействовать этим правилам, которые начинают соблюдать в мероприятиях. Так вот это очень важно, его внутренние законы, которыми он, казалось бы, имеет свою уверенность, умеет надеяться на тот иной результат, они мешают, мешают исполнять эти правила. В то же время, и женщина такая же ситуация. Тот опыт, который в ней создался, благодаря тому, что она соблюдала определенные правила жизненные, свои собственные правила, которые в ней образовались, этот ее опыт начинает ей мешать исполнять этот закон, закон события, закон события, благодаря которому она попадет в пространство этого самого свидания. Так вот, и у женщины, и у мужчины одинаковые проблемы образуются в этой ситуации. И в этой ситуации и мужчина, и женщина могут попасть в такие нетривиальные ситуации, когда они бывают глупыми, какими-то несуразными, там, как говорится, да, они могут здесь потерять свое лицо, как мы говорим, то есть мужчина и женщина будут выглядеть смешно, будут, как бы, произведут как-то не то впечатление, на которое не рассчитывают и тому подобное. То есть это важный момент, важный момент именно трансформации нашего опыта, благодаря тому, что мы начинаем соблюдать правила мужчины, и женщины начинают следовать закону. Трансформация опыта, и опыт становится, он какой-нибудь становится, он становится гармоничный, он начинает соблюдать и правила, и законы. Ваш опыт жизненный. И он, как бы, становится позитивным, этот опыт. И он всегда будет ваши надежды оправдывать. То есть не будет такого разочарования какого-то, что не получилось это, или вот это не получилось. Хотя я делал все как следовало, как следовало, на основании своего собственного опыта, да. Но здесь очень важно соблюдать именно внешние правила какие-то, внешние законы, которые вам, как бы, диктует ситуация. И в этой ситуации что происходит? Планирование, оно, его исполнение, это планирование зависит от чего? От нашего мышления, безусловно. Само мышление начинает меняться. То есть мышление, как бы, оно обычно у вас завязано на вашем внутреннем анализе. То есть вы анализируете свой внутренний опыт и с каким-то, каким-то задачам, которые стоят перед вами, да. Если задача какая-то сложная, вы заимствуйте какой-то опыт еще и складываете это все в себе, анализируете. Постоянно тратите на это очень много времени, много пространственных, пытаетесь решения найти. Но в этой ситуации ваше мышление прекратит внутренний анализ. Прекратит. Оно будет, выйдет из вас. Ваш ум начнет сотрудничать с вашим сознанием за вашими пределами. Он будет находиться впереди вас. Он будет впереди вас выстраивать ситуацию. Вы будете, такие ситуации, у вас будет такая неуверенность и такое появится ситуация. То есть потому что опыт вас покинет. Или ситуация будет такой, как бы, вы перестанете надеяться на себя. То есть вы будете вынуждены надеяться на кого-то другого. Кому-то доверять, кому-то верить. Ну, так вот, так вот. Это очень-очень сложная трансформация вашего опыта. Она очень полезная. Мне бы хотелось вот это сегодня сделать акцент на этом вопросе про опыт. Потому что опыт, когда мы что делаем? Планируем так называемое свидание, да? О котором я вам говорил. В длительной перспективе, там, допустим, на полгода, да? То вы скажете, как это можно планировать свидание на полгода? Или на год? Или на два года, да? Конечно, потому что у вас существует такая, и у меня в том числе, такая проблема, то есть уверенности. И чтобы не было обманутой моей надежды и так и подобное. То есть этот период, период, на который я или вы планируете встречу, планируете свидание, он зависит от нашей степени уверенности, степенности надежности на партнера, да? И мы, скажем, вот на вот эту степень, мы вот на эту степень доверяем, доверяем своему партнеру, да? Или надеемся, что он исполнит свои обязательства, да? Вот на эту сегодня степень, да? Вот потому что у нас опыт, еще собственный опыт, мы на него надеемся, на собственную. Потом, через некоторый период вашего движения к свиданию, да, происходит какие-то мероприятия или какие-то события, ваш опыт трансформируется, он дает вам больше пространства, больше, больше уверенности в будущем, и будущем, понимаете? И вы можете уже дальше планировать, еще на какой-то больше период, потом еще больше период и так далее. То есть вы можете, вот, двигайтесь сюда, не боитесь, вы планируете, вы уверены в позитивном результате. Ваш опыт трансформируется, он находится впереди вас, он вам помогает, ваш анализ находится впереди вас, он не находится здесь, он не мучается этой проблемой. В принципе, я вам основное сказал по поводу опыта. Ваш опыт всегда правильный, потому что вы дожили до этого момента, живы и здоровы. Поэтому ваш опыт надо трансформировать, принять и трансформировать, какой бы он ни был. Спасибо вам за внимание, будьте здоровы, счастливы, обращайте внимание на опыт, давайте ему трансформироваться, пропускайте сюда его, пропускайте сюда, усилием воли, усилием любви, проходите через опыт, и вот этот опыт будет впереди вас, устраивать вам дорогу, в вашу дорогу, в ваши ступеньки, и вам будет легко идти, идти легко к вашей цели, ваша цель, запланированное правильное создание, встреча. Ну ладно, всем пока, попробую смонтировать какой-то ролик, такой предновогодний уже, и думаю, что может быть еще один запишу ролик по этой теме. Всем пока, до новых встреч, Субтитры сделал DimaTorzok